Вы смотрите новости Карелии. Здравствуйте, студия Виктория Швецова. И вот некоторые темы этого дня. Хочется не просто выбежать и быстро пробежаться за продуктами и в аптеку, а хочется и развиваться. Расскажем, можно ли решить проблему нехватки времени у родителей детей с инвалидностью. Это былины, которые были обретены в Зоонежье, в Карелии. Мы все очень любим этот край. Выпускница Академии Никиты Михалкова сняла фильм о Карелии. И можно будет посмотреть оборудование тех лет и оборудование вот уже нашего 21 века. В Национальном музее открылась выставка, посвященная заводу Петрозавод Кмаш. Сбербанк поможет карельским застройщикам возвести новый микрорайон в Петрозаводске. Финансовую поддержку направят и на расселение аварийного жилья. Соглашение об этом подписали на Международном экономическом форуме в Петербурге сразу три стороны. От Карелии Артур Парфинчиков и Леонид Белуга, руководители строительной компании «Равновесие». Сбербанк представлял зампредседатель правления Анатолий Попов. «Мы выделяем поддержку строительной отрасли в качестве одного из приоритетных направлений деятельности банка», – заявил он. По достигнутым договоренностям карельская компания получит полный спектр банковских услуг. 7 миллиардов рублей – такое проектное финансирование жилищного строительства предусматривает документ. Всего на площадках форума карельская делегация подписала 15 соглашений. Это позволит привлечь в республику более 45 миллиардов рублей инвестиций. В рамках экономического форума прошла и премьера фильма о нашей республике. Документальную картину «Ключи Карелии» сняла молодой режиссер Дарья де Консейсао, выпускница Академии Никиты Михалкова. Ленту показали в петербургском кинозале «Англитер». Она рассказывает о карельском Зоонежье и его влиянии на русскую культуру. Это былины, которые были обретены в Зоонежье, в Карелии. Мы все очень любим этот проект и в курсе, что этот проект так или иначе готовился много времени. На экране весна, лето, осень, зима. Съемки фильма заняли два года. В них принимали активное участие наши земляки. В качестве рассказчика выступила местная жительница Людмила Балихова, носитель древнего Зоонежьского диалекта. «Пока существует родник, ключ, значит существует жизнь. Надо пилить эту чистоту». В производстве картины съемочной группе помогали Минкульт России, Карельское правительство, фонд «Древо жизни» и компания «Сегежа Групп». Скоро фильм покажут на федеральных каналах. Огонь лишил средств к существованию семью из деревни Нижневидоны в Пряжинском районе. Ферма Николая Петкова производила продукты животного происхождения – яйца, молоко и мясо. Но в воскресенье большая часть хозяйства была уничтожена пожаром. Сгорела хозпостройка со всеми курами, коровник, место для хранения продуктов. У фермеров не осталось даже инструментов. Нечем разгрызти пепелище, выжившей скотине негде жить. Пока Петковым помогают односельчане, но этого явно не хватает. Если у вас есть желание помочь погорельцам, звоните по номеру 8 911 416 1264. В парке выпускников села Видлица появились новые скульптуры. Благоустройство территории началось еще в 2018 году по инициативе местных жителей. Они расчистили и отсыпали площадку, высадили цветы. Дальше вид территории менялся благодаря проекту «Комфортная городская среда». На федеральные деньги здесь установили скамейки и урны, отсыпали дорожки. Муниципалитет поддержал развитие парка через проект формирования современной городской среды. Замостил брусчаткой, озеленил и установил арт-объекты. Сейчас здесь появилась скульптура «Сердце Видлицы», задуманная как необычная фотозона. Другая скульптура изображает глобус с раскрытой книгой. Глава Карелии осмотрел территорию и пообщался с детворой, которая облюбовала окрестности. В общении с журналистами Артур Парфенчиков рассказал, что сейчас решается вопрос о благоустройстве территории школы, рядом с которой находится парк, а также о ремонте самого здания. Родители детей с инвалидностью заботятся о ребенке в буквальном смысле 24 на 7. На помощь к ним приходят социальные работники, которые отпускают взрослых до 6 часов в неделю. Но в оставшееся время у всех ситуация разная. У кого-то ребенок может ходить в школу, у кого-то есть родственники, которые готовы помочь, а кто-то остается совсем один со своим ребенком, и ему нужна поддержка государства. О проблемах таких родителей расскажет Татьяна Калеева. Кале поставили диагноз лишь в 7 лет. Сейчас ему уже 10. Редкий генетический синдром, который выявлен лишь у 40 человек в мире, называется синдром врожденных контрактур, гипотония и задержка развития. Таким детям положен социальный работник. К Кале приходят целых два. Один от общественной организации «Поможем нашим детям», второй – государственный, от Центра социальной помощи. С одной стороны, мы благодарны за такую помощь, потому что сотрудники выполняют свою работу хорошо. Но с другой стороны, есть проблема, что постепенно понимаешь, что этого недостаточно. Хочется не просто выбежать и быстро пробежаться за продуктами и в аптеку, а хочется и развиваться, и где-то может отключиться действительно, потому что мы мамы, ну вообще родители особых детей, мы находимся в таком состоянии постоянного стресса. Как правило, освобожденное время мамы все равно связано с делами ребенка. Отнести документы, например, в поликлинику или сходить за лекарствами. Параллельно социальный работник занимает Колю. Светлана приходит от организации «Поможем нашим детям», которая выиграла президентский грант по оказанию срочных социальных услуг. Грант рассчитан на год и уже подходит к концу. Это значит, что семья останется лишь с одним социальным работником, который предоставляется государством. Это до шести, фиксировано, свободных часов в неделю. В каждой семье индивидуально. Кому-то действительно достаточно этого времени. Допустим, мама возвращается с работы и остается уже с ребенком. То есть услуги больше и не требуются. А кому-то, возможно, нужно и побольше. Изменениями в системе занимается сообщество родителей детей-инвалидов в Карелии. Они борются за права детей уже пятый год. Родители хотят, чтобы система социального обслуживания в Карелии стала более гибкой. В республике Карелия существует недостаточно удовлетворяющий перечень социальных услуг, которые должен удовлетворять детей 18+, в том числе, в части дневной занятости, сопровождение. Потому что родители, к сожалению, после исполнения 18 лет лишаются пособия по уходу, и они вынуждены искать какую-то работу. Работу не могут найти, потому что социальных услуг, которые предоставлялись бы государством, их недостаточно для того, чтобы родитель получил какую-то свою трудовую занятость. Например, в Санкт-Петербурге некоммерческим организациям предоставляют субсидии, благодаря которым они работают как поставщики социальных услуг. Так, работающим родителям назначают социального работника на 8 часов, неработающим – на 4, и эта услуга предоставляется ежедневно. Родители детей-инвалидов верят, что система долговременного ухода улучшит качество жизни не только ребенка, но и семьи в целом. Чтобы обеспечить такую программу в Карелии, необходимо либо включить нашу республику в число пилотных субъектов России, либо дождаться, когда система долговременного ухода будет опробирована и сформирована для других регионов. Татьяна Калиева, Варвара Ермоленко, Служба новостей. Литературное произведение студентки из Петрозаводского университета опубликовали за рубежом, а школьник из Петрозаводска получил премию «Артека». Об этом мы не только расскажем коротко. На этой неделе в Петрозаводске начнется плановое отключение горячей воды. В большинстве районов города испытания теплосетей продлятся до 6 июля. 14-летняя девочка в одном из детских лагерей Карелии вдохнула аэрозольный дезодорант и отравилась насмерть. Следком республики проводят проверку по факту гибели ребенка. Карелия войдет в крупный межрегиональный тур-проект «Императорское кольцо». Новые маршруты появятся в северо-западном федеральном округе. Студентка ПетрГУ Екатерина Капко написала новеллу «Еловые веточки» на шведском языке. Ее опубликовали в международном сборнике. Школьник из Петрозаводска стал обладателем главной премии «Артека». За высокие личные достижения и активное участие в программах лагеря 9-летнему Андрею Анкудинову вручили звезду «Артека». Марийский праздник цветов объединил жителей Карелии и гостей из республики Марий-Эл. Так в Петрозаводске прошла двудневная развлекательная программа с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Марий-Памаш», что означает «майский родник». Гости представили народные песни, танцы и, конечно же, костюмы. Один из концертов прошел в городском доме-интернате для ветеранов. Заглянула в гримерные и узнала о марийской культуре и наш корреспондент Наталья Ильина. Так, пошлите. Достали девочки с этой стороны, мальчики тут. Участники ансамбля «Марий-Памаш» вовсю готовятся к выступлению. На концерте они представят жителям Карелии свою марийскую культуру. Но сначала репетиция. Пока что без костюмов. В программе семь танцев луговых, горных и восточных народов Марий. И для каждого танца свой костюм, который гости из «Марий-Эл» привезли в огромном количестве. Мой самый любимый костюм – вот этот свадебный костюм. Это костюм луговых Марий. Когда едут за невестой, то надевают женщины вот такой наряд. Платье, кафтан вот этот зеленый, который у нас называется «Сыван», именно зеленого цвета, фартук. И еще очень интересный головной убор, украшение. И характерно, что еще лисья шапка к этому костюму. Все костюмы стилизованы минимально, чтобы сохранить народные традиции. А некоторые и вовсе привезены из экспедиции. Так, в главном шейном украшении манисти в старину использовали серебряные монеты. По поверьям, их звон отпугивает злых духов. Эти украшения делают тоже. Серебра столько не осталось. И поэтому делают уже украшения или из металлических каких-либо кружочков, или же пайетки используют. Но, конечно же, в настоящей манисти должен быть такой звон. И манисти сама по себе очень весистая, тяжелая. Перед концертом главное не только подготовить костюмы и грим для выступления, но и отточить сложные элементы хореографии, как и во многих народных танцах здесь ведущая роль у мужчины. Основную роль в танце играет мужчина. Это поднятая голова, прямая спина. И вот повороты у нас руками идут. Вот такие красивые повороты. Ухаживаем за девушками. Вот так вот. Тоже надо уметь ухаживать, обращать внимание зрителям, ну так и своей партнершей по танцу. Последние минуты перед выступлением тоже проходят в репетициях, чтобы не тратить время зря. Коллектив ансамбля «Марий Помаш» не просто выступает на концертах, но и бережно хранит частички своей культуры, собранные по разным уголкам России. Так и в Карелию коллектив приехал к национальному празднику «Пеледыш Пайрем» или праздник цветов, который символизирует единство и сплоченность марийского народа, где бы не жили те, кто несет его традиции и культуру. Мы даже просим, спойте нам, как вы здесь поете, как вы танцуете, как праздники вы проводите, проживая в другом регионе. Потому что это сложно, жить среди других народов и сохранять свою традиционную культуру. Наконец зрители смогли увидеть настоящую экзотику для Севера и насладиться выступлением марийских гостей. Концерт в доме-интернате для ветеранов собрал не только постояльцев, но и воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, и получателей социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии. Наталья Ильина, Сергей Беляев, Служба новостей. Выставка, посвященная Петрозаводск-Машу, одному из самых больших предприятий в Карелии, благодаря которому в Петрозаводске построен целый жилой микрорайон, открылась в Национальном музее республики. Идея создать такую экспозицию появилась еще пару лет назад и наконец дождалась своего часа. Об этом расскажем в нашем сюжете. Производственное объединение Петрозаводск-Бум-Маш имени Ленин. Его коллектив занимает ведущее положение в отрасли, выпускающее оборудование для производства бумаги, картона, целлюлозы. После начала работы в 1964 году Петрозаводск-Маш выпускал бумагоделательные машины, а сейчас занимается производством оборудования для атомных электростанций. Выставку в Национальном музее Карелии нельзя назвать исторической. Она посвящена современности, чтобы как можно больше людей узнали о нашей промышленности и о самом предприятии. С 2012 года госкорпорация «Росатом» вложила в завод 5 миллиардов рублей, чтобы оборудовать его новыми станками. В 2014 году на предприятии была разработана собственная технология наплавки, которая защищает металлические конструкции от появления коррозии на 60 лет. Вот, например, участок трубы с наплавкой, которая соединяет части атомного реактора. Мы получали уже наплавленную заготовку из Германии. И вот с 2012 по 2014 год мы в течение двух лет разрабатывали и придумали сами, как это сделать. Это уникальная технология в России. С 2014 года все атомные станции, которые строит госкорпорация «Росатом», оснащаются трубами, которые сделаны на Петрозаводск-Маши. В зале музея, конечно, нельзя показать весь масштаб производства, огромный цеха и оборудование, но можно показать то, как развивается промышленность. Для посетителей экскурсия будет проводиться в двух залах. Для детей у нас приготовлена интерактивная программа Петрозаводск-Маши. Мы им покажем, как работают рабочие сегодня. А на примере, допустим, горной промышленности 18 века мы им покажем, как они работали раньше. И можно будет посмотреть оборудование тех лет и оборудование уже нашего, 21 века. Об одном из самых больших предприятий в Карелии можно узнать на выставке «Северный форпост атомного машиностроения», где гостям расскажут о цехах, производстве и готовом оборудовании для атомной промышленности. Татьяна Калиева, Борис Касьянов, Служба новостей. Марафон ползунков, семейные состязания, соревнования по скалолазанию и футбольные старты. Так в Петрозаводске прошла спорта Геада «Маленький чемпион». Несмотря на капризы карельской погоды, юные спортсмены принимали участие во всех дисциплинах. За соревнованиями наблюдала Анна Ильчик. Семейные соревнования «Маленький чемпион» с каждым годом набирают популярность. И даже плохая погода спортсменам не помеха. Это самое большое мероприятие в нашем календарном плане. Это примечательная Олимпиада тем, что сегодня зарегистрировалось на участие больше 500 человек. Мы говорим о детях, то есть это дети, соответственно с ними родители пришли, то здесь достаточно большая компания. Событие для родителей действительно долгожданное. В первые часы приема заявок было зарегистрировано свыше 200 семей. В семье Дирюжиных подготовились к соревнованиям основательно. Все нарядились в пиратские костюмы. Дети и родители участвуют сразу в нескольких дисциплинах. Это уже наша шестая Олимпиада. Мы принимаем практически во всех Олимпиадах участие – в зимних, в летних. Семейный праздник, который объединяет, сплочает, развлекает. И самое, что классное, это абсолютно бесплатно, массово. И никакая погода не может испортить нашего настроения. Йо-хо-хо! Самому маленькому члену семьи Захару недавно исполнилось 7 месяцев. Он участвует в марафоне ползунков. Девочки Варя и Василиса выбрали дисциплины посерьезней. Варя будет заниматься скалолазанием. Нам надо будет залезть в 2 метра на высоту. О, ты не боишься? Нет. А ты? Как тебя зовут? Меня зовут Василиса. Ну, расскажи, в каких дисциплинах ты будешь занимать участие? Вот туда. Семейный форсаж. Семейный форсаж. В столице Карелии детское спортивное движение «Маленький чемпион» появилось в 2015 году. А с 2017 года подобные мероприятия организуют и в районах Карелии. Анна Ильчик, Владимир Волотовский, Служба новостей. Рев моторов, ретро-мотоциклы и, конечно же, сыровые байкеры в кожаных куртках. Все это можно было увидеть в минувшую субботу в Петрозаводске. На площади Кирова состоялся фестиваль мототехники для всех любителей крутых железных коней. Гости праздника могли не только увидеть технику, но и посидеть на ней, почувствовав себя водителем двухколесной мощи. А хозяева байков с удовольствием рассказывали байки про свои экспонаты. Этот мотоцикл был у моего папы. Он мне очень нравился. И в 6 лет в связи с загрузкой коляски арбузами, мы жили в Алма-Ате, мне разрешили посидеть на заднем сидении этого мотоцикла. Я был очень горд этим, и данный мотоцикл остался в памяти, в детской памяти, на всю жизнь. Праздничная программа не ограничилась выставкой. На фестивале были интерактивные площадки для детей, танцы, турниры, конкурсы и народные забавы. Развлекали посетителей и музыкальные коллективы. Драйва на брутальном мероприятии хватило всем. Вот это мероприятие, его не было два года с пандемией. Сейчас это праздник. Это, конечно, праздник очень большой для всех жителей Республики Карелии. Для всех жителей, не посетясь рассказать, нашей большой России. И мне хотелось бы, чтобы, несмотря ни на что, этот праздник стал ежегодным, постоянным, потому что здесь положительные эмоции всех переполняют. На этом завершим. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова